Христос народусь! Слава Господу нашему! Для меня Рождество, ну я думаю, что и для каждого из нас, правда, Рождество есть, ну, наверное, самый большой праздник, я так подумал, ну, если бы не Рождество, ну, других бы праздников просто не было, ну, в христианстве, возможно, у евреев что-то бы было, где-то, но у нас бы точно его не было, правда? И если бы не Иисус Христос, не родился, для кого-то, знаете, возможно, это и не праздник, кто-то там цепляется, что не написано, для меня, я так понимаю, что вся Библия о Рождестве написана, именно сходится к Рождеству, к приходу Иисуса Христа на землю. Слава Господу нашему! И действительно, как уже братья, ну, говорили много, что, но этот приход, он и радостный, и для кого-то он был болезненный, правда, для Вифлеема это было, ну, и потери были, дети, детей убивали, думаю, ну, но цена была для Вифлеема, ну, такая, хорошая, дорогая, правда? Вифлеем дорого заплатил за то, что принял Иисуса Христа. И думаю, ну, иногда и мы, правда, в жизни нашей, ну, платим, платим, чтобы Рождество, ну, чтобы этот праздник воссеял в сердце других людей, ну, правда, мы благовествуем, благовествуем. Как, брат Васи, мне понравилось говорить, соседу говорит, Христос народы, если тот, и не знает, что ей ответить, знаете, но воссвидетельство то, что действительно это великий праздник для христиан, и мы, ну, верующие должны напоминать людям, правда? Я тоже одного вчера соседа встретил, я говорю, ну, с Рождеством тебя, он стоит, не поймет, я его никогда, ну, как бы так, не, может, ну, особо не знаю, но так положилось на сердце, мы поздравляем с Рождеством. И, знаете, для нас это, как брат Вася говорил, что были времена, когда, возможно, этот праздник, ну, и не хотели, и кто-то, и враг, он его, как братья говорили, ну, что-то пытался сделать, знаете, чтобы он не воссиял, но, по Божьей милости, слава Господу, этот праздник сегодня дважды в нашем, в нашей стране, и действительно, то, ну, чудо Божье. То, братья и сестры, пусть Бог благословит, враг, он всегда будет восставать, правда? Всегда будет, ты будешь благовествовать, он будет восставать. Недавно еду, человек был, ну, со мной работник ехал, ну, думаю, засвидетельствую ему, расскажу о чудных милостях Божьих, начинаю рассказывать, раз, в яму только, как влетел, да ты что, думаю, ну, встали, ночью отремонтировали колесо, едем снова, я ему снова свидетельствую, опять в яму влетаю, думаю, да что такое, уже второй раз отремонтировали, еду, думаю, чей свидетельствую, чей, блядь, машина тут такая, главное, чтобы Божье слово, оно сияло. Хочу зачитать местописание, всем известное место, 9 глава Исайи, 6 стиха. Ибо младенец родился нам, сын дан нам владычество на раменах его, и нарекут ему имя чудный, советник, Бог крепкий, отец вечности, князь мира. Умножению владычества его и мира нет предела, и на престоле Давида, и в царстве его, чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и правдой, отныне и до века. Ревность Господа Савопа соделает это. Слово посылает Господь на Иакома, оно исходит на Израиль. Слава Господу, братья и сестры. И знаете, действительно, такие события, когда родился Иисус Христос на землю, ну, думаю, уже много братьев говорили об этом, Бог напоминал, знаете, что Бог как бы до рождения Иисуса, брат Артем вчера говорил, что говорил, да, через пророков говорил, но уже говорит в сыне, но было время, когда Бог пытался как-то повлиять извне, возможно, знаете, ну, как-то помочь людям, ну, извне, являл и славу свою, и через Моисея говорил людям, ну, как-то пытался повлиять, но проблема, ну, оставалась, проблема оставалась, и решить ее, ну, люди, они, кто-то, возможно, знаете, ну, какие-то пророки, какие-то праведные мужи, они пользовались тем, что Бог давал милость свою, и жили хорошо, и благословенные были, и сейчас благословенные. Но знаете, но в основном евреи, они не слушали, евреи, они уклонялись, и Бог думает, ну, послать сына своего, и Бог думает, ну, если извне, ну, как бы не помогает, то нужно решать проблему, знаете, откуда? Изнутри, ну, нужно туда прийти, мне нравится, брат Саша Лебедя, он часто приводил этот пример, идут сын и отец, и, ну, попадается им муравейник разломанный, и сынок хочет, ну, помочь этим муравьям, как-то говорит, пап, давай поможем им, а отец говорит, знаешь, сынок говорит, чтобы им помочь, нужно стать, как они, нужно стать такими, как они, своими руками ты не поможешь, но нужно помочь, ну, там, стать, как они, и там, внутри им помочь. И знаете, ну, хороший такой пример для меня, такой, я запомнил его на всю жизнь свою, знаете, и думаю, вот так и Бог, ну, в жизни решил человеку помочь изнутри. Стал, так думал себе, ну, как-то тяжело мне представить Иисуса Христа, великого Бога, который сотворил все, который, ну, есть Отец Вечности, который есть князь мира, который, ну, великий, сильный, и трудно, ну, правда, братья и сестры, трудно его вместить в этого младенца, ну, как-то трудновато, может, кто-то так быстренько вместил, я не могу, как-то я вчера пытался его туда вместить, ну, трудновато, но Писание говорит, что Бог, Он смирил себя, что Иисус Христос, Он смирил и стал подобным человеком. Вы знаете, братья и сестры, слава Господу, и Господь, Он стал этим человеком, пришел на эту землю, чтобы помочь людям изнутри. Знаете, помочь, и будучи на земле, я так себе думаю, знаете, Господь, ну, ходил по земле, мы вчера слышали проповеди, и был у всяких людей, правда? Ну, ходил в дома, ну, к всяким людям. Я, знаете, смотрю на Петра, идет Иисус, ну, призывает, они вымывают сети, Иисус призывает его, призывает его, и потом ходит в его дом, ходит, думаю, ну, интересно, Господь начинает входить, знаете, в Еремии написано, что Господь проникает во внутреннее сердце человека. И, знаете, Господь начинает входить, ну, не просто Петра призвал, Петр, идем со мной, и пойдем, мы там, ты там, оставляй всех своих, мы пойдем, дядя, ты будешь ловцами человека, и так далее. Но Иисус Христос начинает входить в жизнь Петра, ну, обильно, знаете, во внутреннюю его личную жизнь Петра, входит в дом. У Петра была проблема в доме, была проблема, теща была больна, да, горячка, и Христос видел то, исцелил. Господь начал входить в дом Петра, исцелил. Там, знаете, возле озера Гадаринского Христос проповедует, толпа теснит его. Иисус, две лодки было, помните? В чью вошел Иисус в лодку? Долго не выбирал, знаете. Вошел именно в ту лодку, которую знал, которую нужно войти, в Симона вошел в лодку, знаете. Входил в его жизнь, ну, не просто братья и сестры, ну, как-то призвал Петра, а входил в его жизнь, в его внутреннюю, личную жизнь, входил Иисус Христос, чтобы ему и изнутри также помочь, чтобы Петр видел, что в его жизнь, когда уже Петр увидел того, знаете, сколько рыбы споймали, то говорит, выйди от меня, я человек вверх. Петр понимал, что Христос вошел в его личную жизнь. Господь вошел в его дом, Господь вошел в его лодку, помочь ему, благословить его и повести за собой. Знаете, слава Господу, братья и сестры, в жизни нашей, Господь, ну, мы иногда, может, думаем, ну, дело наше, да, Господа, ну, оно как-то, знаете, нам кажется, может, что как Израиль, помните, говорит, что Господь говорит, как ты говоришь, я, как бы, всказываешь Израиль, что путь мой, что, сокрыт от Господа, дело мое забыто у Бога моего. Но Израилю казалось, что так, путь сокрыт, но Господь обращается, говорит, разве ты не слышал, разве ты не знаешь, что Бог, ну, не утомляется, что Бог Он, и так, знаете, в жизни верующих, возможно, бывает, что нам кажется, Господь где-то, возможно, от нашей нужды, от наших каких-то переживаний, мы ходим в собрание, но наша нужда, она как-то, что-то не получается, где-то не приходит исцеление, где-то дети уходят в мир, и нам кажется, что, Господи, ну, почему так, мой путь, он скрыт от тебя, почему, ну, ты как бы не приходишь в мою личную жизнь, возможно, как-то поверхностно ты видишь, но Бог, Он не такой, Он приходит во внутреннюю жизнь и твою, и мою, слава Господу. Братья и сестры, Он приходит, чтобы тебе помочь, знаете, я думаю, так, ну, вспоминаю, когда Христос, Он выгонял из храма, думаю, ну, Господь, наверное, давно хотел этим, ну, как-то взять тот бич, знаете, но пришел момент, когда Бог, ну, пришел туда, во внутренность этого храма, там, где Его имя, там, где Его обитель, и, знаете, Он пришел туда с бичом, Он очистил ту внутренность, Он очистил, знаете, тот храм. Братья и сестры, возможно, и так Господь приходит в наши дома, да? Возможно, ты думаешь, ну, где ответ на мою нужду, а Бог уже дома у тебя, в отдаенной комнате, ждет с ответом. Вот такой наш Господь, правда? А мы, возможно, даже и не думаем, Господи, а как так? А Бог, Он знает твою жизнь, Бог, Он знает личную твою жизнь, Он знает все твои, ну, входы, выходы, Он знает все, и Бог, Он внутри, ну, твоего дома, внутри твоей лодки. Он заходит туда, чтобы, знаете, благословить тебя и меня. Слава Господу! Но когда, помните, как Богдан говорил, что Филипп Анафанаил говорит, что может быть доброе из Назарета, и пошел, знаете, посмотреть, пошел посмотреть, Иисус, увидев его, говорит ему, вот подлинный израильтянин, в котором нет лукавства. И тот говорит, откуда ты знаешь? Откуда ты знаешь? Откуда ты знаешь мою личную жизнь? Откуда ты знаешь? Давай, пока тебе, до того, как позвал тебя Филипп, я видел тебя под Смокомницей. Знаете, братья и сестры, ну, много всяких теорий, что он делал и когда под Смокомницей Анафанаил. Одна из теорий, что он там сидел, размышлял о Мессии, что он там, ну, сидел и думал о заповедях Божьих. Ну, я не знаю, как оно было, но знаю точно, что Господь Иисус Христос участвовал в личной жизни Анафанаила. И Анафанаил-то увидел. Анафанаил увидел, что он не был, ну, сам. Анафанаил увидел, что кто-то все равно был рядом всегда. Кто-то принимал участие в его личной жизни. Кто-то видел его под той Смокомницей. Слава Господу. И он сразу, сразу, без всяких вопросов, да, принял его за Сына Божьего. Слава Богу, братья и сестры, чудный Господь, Он участвует в твоей личной жизни. Возможно, тебе кажется, что путь твой сокрыт от Господа. Или как-то Бог не отвечает. Знай, брат и сестра, Господь. Вот, знаете, Иней, он лежал 8 лет, да? Иней лежал и в расслаблении он страдал. Но пришел момент, и пришел Петр. Пришел Петр и говорит такие слова. Ну, не Петр даже пришел. Знаете, кто пришел? Исус Христос. Говорит, Иней, исцеляет тебя кто? Петр? Исус Христос. Исцеляет тебя Иисус Христос. Галилуя нашему Господу. Иней, в твою жизнь, в твою личную жизнь, в твои личные нужды пришел Иисус Христос, Он не оставил тебя. Слава Господу, братья и сестры. Знаете, Захей, когда Христос ему говорит, что говорит, ныне мне надо... Где вы? Захей, мне нужно войти в твою личную жизнь. Войти и все изменить. Там чуть-чуть, ну, непорядок. Там чуть-чуть ты томишься в том своем сердце. Ты обижаешь, возможно, людей. Ты, возможно, как-то живешь не так. Но мне нужно войти к тебе в дом. Мне нужно войти в твою личную жизнь, чтобы благословить тебя. Чтобы внутри, ну, изменить тебя. Помочь тебе внутри, в доме твоем. Исцелить кого-то, знаете, в доме. Помочь сердцу твоему, ну, встать на праведный путь. Слава Господу, братья и сестры. Знаете, пусть Бог благословит. Самарянка, которая была, помните, возник колодца. Она, ну, там, беседа с Иисусом. И говорит, что тебе и пощетнуть нечего. Он говорит, за воду живую, за воду жизни. Говорит, дай мне такой воды. Что говорит Христос? Приведи мужа Свою. Да? Нет мужа. Нет мужа. Правда? Ты говоришь, и пять мужей у тебя было, и которые сейчас тебе не муж. Господи, откуда ты знаешь мою личную жизнь? Знаете, это и коснуло сердце этой Самарянки. Правда? Что Господь знал ее личную жизнь. Господь, ну, был, ну, как бы, участником ее личной жизни. Он знал все ее переживания. Знал ее, ну, грехи, возможно. Знал, как ее, ну, приобрести. Знал Господь, потому что участвовал и был, ну, личным ее спасителем. Слава нашему Господу, братья и сестры. Пусть Бог каждого из нас благословит этот прекрасный праздник, когда Господь пришел на землю, чтобы людям помочь, чтобы, ну, знаете, внутри решить эту проблему, помочь людям. И я думаю, что и в каждом доме нашем, знаете, Господь помогает, каждому ведет, благословит, то держимся нашего Господа. Ему слава. Аминь. Давайте помолимся.